Я был в Иране два раза. Я не помню год, но помню, что одна поездка была очень печальная для нас, потому что мы приехали туда. Я еще играл тогда за СКА Минск. Я был там как спортсмен, когда умер Хамени. И вот именно в эти дни мы были там. Это была настоящая трагедия. Потом мы были второй раз, потому что, естественно, все соревнования в эти траурные дни были отменены. И была организована вторая поездка, где играли уже с местными командами. Это интересная по-своему страна. Вот, своими, значит, традициями. То, что помню. Вот, исламская страна, поэтому вера ислама там очень сильно стоит на ногах. Вот, как-то так. Помню шумные базары. Вот, помню, что в Тегеране запомнилось это. Нас привезли на гору, где автобус поставили на нейтральную передачу. И он поехал вверх сам. Без водителя, без никого. Это просто необъяснимо. Кто говорит, там, магнитные какие-то притяжения, где-то что-то это. Но это, я думаю, что это чудо света. Еще раз говорю, гора, автобус, все вышли. Мы стояли возле автобуса, вышел водитель. Поставил на нейтральную скорую. Автобус выключен был. Автобус поехал вверх сам. Ну, потихонечку начал катиться вверх. Во-первых, я знаю, что это спорт практически номер один. Я знаю то, что страна любит этот вид спорта. Есть свои фомозы в этом виде спорта. Знаю, что любое соревнование, связанное со сборной Ирана, там практически пустых нет мест на трибунах. И трибуна там седьмой игрок. Как в общем-то и везде, когда она заполняется полностью. Вот. Что связано прошлое и настоящее. Когда-то, когда-то я приходил в сборную, принимал сборную России. До этого мы сборная проигрывала, наша сборная. Окей, по, может быть, объективным причинам это, но мы проигрывали и рано. То бишь, это команда, которая способна выигрывать. Ну, преимущество и факторы, поверьте, что Олимпийские игры, вот, это, в общем-то, не только для игрока, но и как для тренера, для любого тренера. Значит, это какой-то, значит, назовем так, предел мечтаний. Предложение от Ирана возглавить сборную Ирана на период подготовки к Олимпийским играм, наверное, это самый большой мотиватор. Четвертую, провести четвертую Олимпиаду, значит, в своей карьере, ну, наверное, наверное, это дорогого стоит. Поэтому я и когда-то сказал, что предложение от Ирана возглавить сборную для Олимпиады, это возбуждает, прежде всего. Ну, конечно, это, если я сейчас скажу, а экономический фактор для меня не важен, я слукавлю. Есть еще и сделано предложение, вот. То, в общем-то, попробуем. Да, действительно, здесь провели вместе время, и это связующий, который входит в топ, топ-пятерку, наверное, может быть, связующих мира. Вот. Игрок, который очень популярен в стране, лидер своей команды, корифея, ну, тот, который ведет за собой команду. Но, еще раз говорю, его авторитет и популярность во многом помогают именно объединению там. Я уже сейчас не говорю о технических его качествах. Вот. Поэтому этот игрок очень важен. Важен для команды. Я думаю, что не только у него, но и у всех будет стимул показать себя и проявить себя на Олимпиаде. Вот. И тот результат, который, ну, скажем, та задача, которую ставит нам президент федерации, федерация волейбола, будем стремиться к ней. Какие задачи, ну, в общем-то, идет речь о медалях, о четвертьфинале, о медалях. Вот. Посмотрим. Значит, так досконально, досконально, значит, сам лично, только могу сказать о тех, которые играют в Европе. Вот. Ну, у меня есть помощник, Том. Вот. Который более детально, более, скажем, досконально отслеживает и просматривает игры чемпионата Ирана. Вот. Он имеет, сейчас уже организовал доступ, доступ, скажем, к чемпионату и уже дает готовую информацию. Спасибо ему. План, 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 в общем-то, амбициозный. И, значит, кроме таблетки, как работы, я не знаю, чтобы достичь результата. Я тут слышал высказывания, читал американского тренера, что, в общем-то, Иран не для русского тренера, что тут у нас какие-то запредельные нагрузки. И в это я бы ему посоветовал разобраться у себя. Как работать со сборной Ирана, уж я разберусь без него. Вот. Поэтому, но еще раз подтверждаю свое намерение. Кроме как работа, плодотворная работа, я не знаю другой таблетки для получения результата. Это первое. Вот. Второе, что касается плана, само начало работы будет очень много зависеть от результатов «Зенит». Если «Зенит» попадает в финальную часть Лиги чемпионов, то есть план «А». И возможный он, и работает в том, там больше занимается организационный ворот из страны Ирана. Может, даже сборная Ирана приедет сюда и будет с нами параллельно проводить сбор здесь. Вот. А если же мы не попадаем в финал, то мы с Томом сразу практически после чемпионата России выезжаем туда и начинаем подготовку. Есть составлен уже график, график работы. Но, к сожалению, к большому сожалению, на полноценную работу там времени нет. Если ВНЛ пройдет в том формате, который на сегодня предложен, ну, это будут все тоже перелеты, какие-то дни, тренировочные дни, опять перелет. Вот. Но в таких условиях находятся все. Чтобы передать особую разницу с другими турнирами, нужно быть там. И тот, кто находится в соревновательном состоянии Олимпийских игр, только он может дать то ощущение, которое, в общем-то, присущено на Олимпиаде. Это те эмоции соревнователей, которые, наверное, не испытываешь ни на каких других. Та атмосфера, в которой ты находишься, значит, это все время, периоды Олимпиады, она не сравнима ни с другими соревнованиями. Ну, и я думаю, что не только для спортсменов, ну, меня или там в России, или в этой Олимпиаде, это мечта. Я думаю, что и для игроков сборной Ирана, для страны это тоже мечта. Мечта участвовать на Олимпиаде, мечта, значит, добиться какого-то результата в Олимпиаде. Поэтому, вот, я не сомневаюсь, по крайней мере, в мотивационной части этой команды, не сомневаюсь. И та атмосфера Олимпиады, она будет способствовать только нам. Самое главное на сегодняшний, я думаю, соперник сборной Ираны – это сборная Ирана. Ну, нужно вот у себя и себе разобраться. Вот. Есть сделан некий анализ. Тот результат, который был до сегодняшнего дня, я думаю, что он их самих не устраивает. Вот. Достижение, там, попадание в шестерку финала лиги в НЛ, вот, это не, наверное, не тот результат, которым они мечтают. И я вместе с ними буду мечтать. Поэтому, вот, чтобы говорить о сопернике, нужно у себя навести порядок. Есть там, по крайней мере, по предварительно тому анализу команды, есть там над чем, что улучшить и над чем работать, чтобы потом говорить о сопернике. К каждому сопернику будем подходить поэтапно. Это везде. В Лените было, в сборной России, где бы я ни работал, я, значит, я считаю, тренер, который обещает результат или говорит о том, что он шарлатан для меня. Вот. Ты можешь сделать максимально для этого все. Подготовиться к каждому сопернику максимально. Вот к нему, к этим соперникам мы пойдем поэтапно. Есть что-то положительное там. Само, еще раз говорю, там мотивация у игроков, которые, ну, просто каждый матч там, это война. И это, вот, есть то, на что нужно обратить внимание, вообще, всему волейболу, Ирана и, вот, тренингскому штабу. Вот. Но это я попробуем организовать, значит, там какой-то тренингский семинар. И уже на базе анализа, который будет сделан, им попробуем предложить, что вот это или это нужно, на это нужно обратить внимание. Что он ничего за собой хорошего не несет, это понятно и очевидно. Вот, насколько, ну, я знаю, что там есть центр подготовки в Иране. Вот. И сегодня там проходит чемпионат, ну, как бы, похоже на NBA в одном месте. Вот. Это центр подготовки, ну, высокого уровня, и поэтому я думаю, что как подготовка, там не особо что помешает. Потому что я думаю, что если там вдруг какая-то нештатная ситуация, там есть возможность изолироваться и работать. Вот. Что касается ВНЛ, ну, сегодня никто не может сказать, как развернется ситуация. Пока предложен график, значит, разъездной, и как оно и было. Но все может поменяться в любой момент. Поэтому, еще раз говорю, хорошего, коронавирус ничего не приносит к подготовке, но и есть, я думаю, что и будут возможны варианты находить оптимальную ситуацию для полноценной работы. Вот. Что касается на самой Олимпиаде, ну, тут это коснется не только Ирана, всех стран, которые там будут участвовать. Сегодня идет вопрос там о вакцинации всех участников. Вот. Пока Япония не отказывается, значит, в любом случае будут, говорят, Олимпиады там. Вот. давайте поживем и гим рано. Рано так. Я не могу сказать. Это будет сложнее. Вот. Чтобы играть на хорошем уровне в волейбол, нужно играть. Тренироваться можно и годами. Если ты не играешь, то тяжело чего-то во-первых оценить свои возможности, во-вторых, только игра, настоящая игра дает рост и шаг вперед. Понятно, что тренировочная процесс, поэтому ВНЛ важно очень будет перед Олимпиадой. Сегодня Иран, может быть, не обладает такими физическими возможностями, как обладает Россия. Поэтому он адаптирован. Это более техничный, более быстрый, более, скажем, вариативный волейбол. благодаря Саиду удается во многом реализовать. Поэтому тут, наверное, это основное отличие. А так, остальное все. Давайте поработаю, потом я вам отвечу на эти вопросы. есть уже проведена некая работа, вот, и, конечно, это все будет согласовываться с руководством федерации, потому что это сложно отсюда сделать, скажем, объективный выбор. но, значит, думаю, что с этим не будет проблем. Значит, сборной всегда есть много желающих, которые готовы прийти и помогать, и делать. Вот, я уже говорил здесь и там, что двери сборной Ирана в период моей работы будут открыты для всех. Любой тренер, любой специалист может прийти и посещать нашу работу, общаться с нами. Вот, если это будет согласовано, и на это будет согласно сборная, не сборная, а руководство федерации. Спасибо.